Всем привет! Мы Юлия и Сергей, авторы канала Дела Огородное ТВ. Если вы хотите научиться прививать плодовые деревья, правильно обрезать и формировать кустарники, сажать огурцы, помидоры, перцы и баклажаны, выращивать розы, клематисы, а также другие однолетние и многолетние цветы, ягоды и прочие растения, заходите на наш канал, подписывайтесь и смотрите полезные советы для начинающих садоводов. Будет очень интересно! Десятый день нашего пребывания здесь. Ребята насмотрелись, Украина имеет талант в передачу, вернее мы все насмотрелись и готовятся к своему спецвыпуску. Мы с папой будем судьями, а они готовятся к таланты, ищут свои. Ой, молодец! А Тёма с Пашей здесь тренируются. Так, а Паша здесь тренируется. Прячься! У Паши не получается, ему сложнее всего даётся, но ничего, у Паши характер такой, немножко он любит сдаваться, но это научит его не сдаваться. А папочку мы отправляем Марио моего. Снова тебя назову Марио в этом тупчике, в этих штанах. Дай вот так встань только. О, да-да-да, главное лысину причешать перед от поездкой. Да ну сюда встань, пожалуйста, а то ты засвечиваешься. Давно засвечен уже. Засвечен? Так вот, ход конём дела. Малантра у нас там, в Сосновом Бору. Так он сейчас с этим, маршруткой поедет туда, заберёт оттуда машину. Попутно нагружу её, и приеду обратно фаркопом, буду землю рыть. Да-да-да-да-да. Поехал я. Ой! Танцуй! А чё Паша не танцует? Сырай! А тебе следует! Ну, танцуй! Папа-папа-папа! Ты с дровами танцуешь? Саша, а ты будешь танцевать? Давай вместе, давай! Не будешь? Ты морковку кушаешь? Аня, а ты чё не танцуешь? Или ты диджей? Да! Ты диджей? Да! Папа ещё в Иркутске, да? Будет скоро ехать, мы сели позавтракать. Ой, позавтракать, я не говорю, слушайте, пообедать. Супчик, аджика. И будем смотреть фильм «Пеликан». Мы, кстати, взяли за привычку либо общаться, либо книжку, да, читать за обедом, или за ужином, или за завтраком. Либо мы Библию читаем, либо книжку читаем, я читаю, мы обсуждаем. Просто приключения. Либо фильм какой-нибудь смотрим, передачу. Сейчас мы будем смотреть кино. Кино, ой, оно уже начало. Так что, приятного аппетита всем! Спасибо! Хотела сегодня поубирать в веранде, но у меня глаз воспалился, потому что, ну, заболели мы, я вам говорила, глаз, нос, то есть, у меня так это проявилось. Поэтому в веранду пока не пойду на холод. Проводим время с детьми. Мы сегодня, кстати, начали уже заниматься. Это в отдельном видео. Заниматься уроками уже начали. Сегодня 7 октября. Ты бросаешь и дуешь? Дуешь, да? Дуй. Горячий немножко. Я сейчас супчик только сварила. А льда нету пока. Поэтому приятного аппетита! Мы начали заниматься уже уроками. Сегодня я с детьми занимаюсь. Я с детьми занимаюсь. Если только вы кушаете. Да, или будете кушать, или уже покушали. Все равно приятного аппетита! Спасибо, Анечка и Паша! Спасибо! Мы ваши зрители! Спасибо вам! Спасибо! Я уверена, что очень многие зрители сказали вам в ответ сейчас спасибо. Ребята, а ну напишите в комментариях, кто сказал спасибо. Правда или нет? Чтобы Тема убедился в этом. Вот посмотришь по комментариям, сколько людей в ответ вам сказали спасибо. Это же вежливо, правильно говорить спасибо в ответ. Ну все, приятного! Удивительное событие, потому что я с подругой разговаривала с Москвы. Она говорит, Таня, капуста имеет такую особенность отходить. Вот эта капуста была промерзшая аж вот отсюда. Кто видел, как мы ее разрезали на улице? И вот она полежала в тепле, она полностью отошла, стала хорошей капустой. Поэтому мы срочно забираем капусту из этого теплицы. И надеемся, что она отойдет, и будет шикарная капуста. Представляете, ребят, у кого капуста примерзнет, где-то на огороде или что, она имеет особенность отходить. Это вообще удивительно. Посмотрим, как будет дальше с капустой, потому что она на улице. И, к сожалению, полежала, мы не сразу бы там узнали. Но! Хорошая капуста! Может, нам не придется поискать, покупать. Дети не могут найти Тимофея. Покажу. Боря привез фиалки. Они там посохли. Мы же туда не ездили. Боря забывал поливать, пока ездил. Вроде бы немножко подмерзли. Но посмотрим, отойдут или нет. Ну что? Где Тёма? Где Тёма? Они тут не могут уже давно, Тимофей, на тюп-рятки играют. Он на коту! Покажу, ищи! Вот там, за ящиками, может быть. Ну? А может быть, поэтапно. Я тоже, главное, срежала тюдо. Я тоже. Сначала там, где-то здесь. Ну, так а что не достаёте? Я срежу, ищи, 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 ищи. Ну, давайте, доставайте ящики. Что вы ждёте? Это я слышу. Ты думаешь, он в окно туда влез? Да. Ящик, если тяжёлый, значит, он в нём. Посмотрите, куда Тимофею. Саша полез. Нету там? Это лёгенький ящик. Где же он делся? Ну, Тимофей пропал. Обыскали они всё, Тимофей пропал. Ну, Паша, суперслух. Никому не пикаться. Ну, что, крепче, что-нибудь. Паша, чш. Мы можем его услышать. Там! Где-то он здесь. Тут, тут! В тумбочке. А я, вроде бы, шкафа его слышала. Нет, в этом мы смотрели. Смотрели? Он мог закрыть. А здесь смотрели? Стали. За этими папа стучит. Пошли папе открывать. Нашли его. Нашли? Привет! Ты так спрятался, что тебя никто найти не мог. Я! Я там уже спрятался. Что там папа принёс? О, еда! Прибыла в дом наша еда с погреба. Тёма, ты так кражешь. С возвращением тебя домой. У меня уже даже снимать нету сил. Я так мало снимаю в последнее время. У нас хандра напала. Уже ничего делать не хочется. Семечки. Звоночек, что мы семечки пожарили. Кстати, ребят, очень классный способ жарить семечки. Потом покажу по таймеру. Сейчас буду переключать. Наши кабачки прибыли. Будем их кушать до января, а то и дольше. Мы в том году пару кабачков всего лишь оставили до января месяца. И в салаты я их добавляла, и в супы, и в борщи разные, и рагу. Да, кабачки. А в этом году у нас целых два ящика кабачков. Поэтому надеемся кушать аж до лета почти. Если не погниют. Держим их в погребе просто. Складываем в подполе погреб, кто как называет. И всё, они у нас там лежат. Только аккуратненько нужно, когда с огорода носишь их, чтобы не повредить. Тогда они не будут гнеть. Да, кабачки. Да. У нас сегодня будет четвертая глава. Какую мы с вами книгу читаем, кто помнит? Как называется? Маленькие дикари. Правильно, маленькие дикари. Значит, однажды я прочёл в газете, что в свет вышла книга «Птицы канады». Никогда раньше я не считал деньги такой необходимой вещью, как теперь. И если бы у меня был доллар, думал мальчик. Я надкладывал каждую монетку, которая попадала ему в руки. И, наконец, спустя полтора месяца стал обладателем заветной суммы. Чувствуя себя самым богатым человеком на свете, он побежал в книжную лавку. Ян просто сгорал от нетерпения. На какую-то секунду ему показалось вдруг, что книга стоит тысячу долларов. И к тому же её уже нет в продаже. Но этого не случилось. Хозяин лавки повернулся к стопке книг и спросил Яна, вам в какой обложке? Зелёный или красный? Шестьдесят девять, семьдесят. Всё, я иду искать. Куда есть продукт? Я не виновата! Одиннадцатый день нашего здесь пребывания. Ребят, мы почти закончили. Боря поехал на заказ. Показываю, пока дети играются. Покажу, как они ищут. И буду рассказывать. Боря поехал на заказ, но заказ отложили. Поэтому он приехал домой. Пускай ищет. Купил нам вот здесь продуктов. Разных. Молочка. Пока мы здесь не нашли у кого брать. Вернее, Боря ходил и искал. Сказали, коровы здесь в запуске. В этой местности. Очень у многих. Поэтому молоко будет позже. Поэтому берём пока в Иркутске. Пасту купил. Что там купил? Макаронки. Иногда себе позволяем. Вот. И там ещё кое-что привёз. И будем сегодня, наверное, убираться в доме. Вчера Боречка мне полочки прицепила. Я уже не снимала. Прицепил полочки. Сегодня будем в бочку. Цеплять. Скорее всего, либо здесь, либо здесь. Ну, скорее всего, здесь. Потому что здесь место есть. Я прощу прощения за голос. У меня полностью обложило горло. У нас самый разгар болезни сейчас. Сашке было сегодня очень тоже ночью плохо. Ну, я имею в виду, горло болело. Он плакал. Приходилось давать мятные конфетки. Ой. Да. Привет-привет. Я там. Ну что, будем убирать всё. Постараемся сегодня всё здесь поубирать. Следим в сборе размышляемой жизни. Хочу всё. Повтори, пожалуйста, то, что ты мне только что рассказывал. Мы вдвоём болеем. Я предисловию скажу. Мы вдвоём болеем. Еле ходим. Я говорю, Боря, не выдерживаю. Вроде отдохнуть хочется. Но как можно отдыхать в бардаке? Я только что с города приехал. Сорвался заказ. Заказчик ничего не подготовил. Но отложился больше, я уже говорила. Боря, больше отложился. Но 163 километра я намотал. И встал рано. И встал в 6.30. Говорю, Танюша, слушай, взять было так 10 тысяч, поехать в Иркутск. Отдохнуть куда-нибудь, походить. На массаж сходить. Топариться где-нибудь. Каждому тогда по 10 тысяч. Приезжаешь домой, тут уже всё сделано. Под тебя, как ты хотел. И сидим только мечтаем. Потом говорю, слушай, у тебя нет знакомых там? Там Толик. Толик. Ань, даже не знаю, когда-то мы смотрели фильм. Когда-то мы смотрели сериал «Звёздные врата». Там Тилк был. Мы его Толиком называли. Такой негр, дядька негр. Кто знает, кто смотрел этот фильм. Со звездой во лбу. Да, мы его Толиком называли. Фантастикой мы её перестали смотреть. Да, и там эти были серенькие инопланетяне. Они умели клонировать всех. Вот так бы сделали из нас клонов. Асгарды. Да, Асгарды. Сделали бы из нас клонов. Наши бы клоны поработали, а потом их разложили. Вы представляете, насколько Боря устал? Что вы от него слышите? Вот такие вот странные речи. Я буду кушать и спать. Странные речи. Вы когда-нибудь от Бори слышали о клонах, о непланетянах? Вот это, ребят, вам, чтобы вы понимали, насколько мы уже устали. Одиннадцатый день. До сих пор не можем доделать. Боря на заказ поехал, оборвался. Но хоть сегодня в доме что-то поделаем, постараемся. Да. Ой, ребята, вот это о клонах сидим, думаем, в общем. Чтобы они пришли и поработали. За нас все сделали. А мы сидели только руками. Кто хочет на агротуризм зимний, приезжайте. Да, ребят, сейчас разве это агротуризм. Мы вам разрешим выносить за нас снег. Двигать за нас мебель. И вы нам еще будете за это платить деньги. Да, есть такие фермы, где работают люди, еще и за это деньги платят. Приезжайте со своими лошадьми. Со своими экскаваторами, кстати, нам нужно пруд выкопать. У них вот там экскаватор, никто не хочет... Будем копать пруд на половину горохова. Да. Короче, мы устали. Пока. Пока. Тут еще стала дилемма. С какой ложки начать кушать? Одной ложкой я насыпала творог, второй мед. В Боре оказалось две ложки. Ребят, подскажите, с какой ложки кушать? С вашей стороны, с правой или с левой? С какой вкуснее будет начать, по вашему мнению? Обе. А есть третий вариант. С двух одновременно. Интересно, с какой он начнет? Ну, давай. Сейчас мы угадаем или не угадаем. С какой начнешь? Ага, с двух начал. Молодец. Приятного. Спасибо. Папочка купил нам почтовый ящичек. Покажи. Классный. Скажи. Ой, так он пластиковый. Да, специально брал пластиковый. Чтоб не ржавел? Да. А вот здесь он закрываться будет? Вот замочек. Это мы здесь вытаскиваем, да? Да. Получается, сверху бросать будут? Вот такую щелочку. Ой, не видно. Ну, понятно. А это как домик, классно, слушай. Прикольное такое. Замочки мы будем доставать. Единственное, что меня смущает, а ну подожди, дай покажу. Вот эти вот штучки, вода туда не будет затягать? Нет, не будет. Ну, мне кажется, будет, если косой ветер. Нет, не будет. Это для того, чтобы было видно, есть там что-то или нет. Надеюсь, что я заливать не буду. Классный ящик, мне нравится. Что ты хочешь? Я хочу. Садиться хочешь? Я хочу. Давай, садись на стульчик. А не в том. Ты что делаешь? Читаю и ем семечки. Я тоже хочу ем семечки. Прикольно. Что читаем? Трое в печи? Библия для юных читателей. Это история про... Как же их назвали? Синдрах Масахи Авденага. Синдрах... Как их звали? Не помнишь? Нет, не помню. Синдрах Масахи Авденага. Или что-то такое. Такие имена сложно никак не запомнить, сколько уже читаю. Да, папин будет ключик. Это, видишь, сюда нам будут почту писать, письма писать. Ребята, новый адрес у нас в описании канала. И в каждом видео в конце прокручивайте. Есть там новый наш почтовый адрес. Поэтому всегда сможете отправить письмо сюда. Да. Кстати, и кто отправил что-либо на предыдущий адрес наш, не волнуйтесь, нам все сюда переслют. Чтобы вы не волновались. Сейчас я закрываю? Да, буду закрывать. Папа, показывай, что он еще нам купил. Покажи. 32 мелодии. Это ты будешь звонить из одной комнаты в другую? Нет, это будет кто-то нам звонить. Ой, только не эту. Ой, нет. В 3 часа ночи. Дискотека. Колокольчики звенят. Так, выключай, хоть покажи, что это. А как выключить? Не трогай. Само выключится, да? Все. Ребят, это мы купили звоночек для того, чтобы повесить. Вот это на улице вешается. Беспроводной звонок. А это в доме, да, 100 метров в радиус, потому что у нас здесь очень далеко от нас ворота. И собака лает, и каждый раз выходить, на кого она там лает? На собаку она лает, бежать туда, зимой еще особенно. А так в доме будем все слышать. Не надо бежать, скажи. Вот позвонит, собака точно не позвонит. Надеюсь, что дети тоже играться не будут. А мы подцепим так, чтобы можно было, если взрослый человек, достанет. Если старенький, палкой постучит. А ребенок не достанет? А ребенку надо будет лестницу тащить. Экономочку купил нам. Розетки набрал. И розетки по всему дому. А то смотрите, как у нас холодильник подключен. Туда никто не лезет, кроме папы. Да. О-о-о-о-о, у меня голос хриплый. Ой, тут все обложило. Это кошмар какой-то. Смотри, какая лампочка. Это нам в комнату. Ну. Здесь такой, кстати, светильчик прикольный оставили. Хотя я люблю более плоские, такие, чтобы поближе кверху были. А он такой висит, но ничего, красивый очень. У детей мы поснимали, потому что там старенькие были. А здесь красивенький такой. Ну что, да будет свет. О-о-о, как хорошо и светло здесь у нас. Как ярко, а. А, какая лампочка хорошая. Класс. Что это? Боря сегодня с покупками приехал. Какой насос. Пять лет гарантии. Зубровский. Десять метров провода. А что взял? У тебя же был насос. Ой, дай-ка я останусь с этой стороны, а то тебя плохо видно. Тут у нас насос 8 метров давление дает. И все. А у нас колодец. Покажу. Поеду. Как буду брать воду. Покажу вам. Он на старом винзаводе стоит. Здесь когда-то был винзавод. И там старожилы говорят, что там колодец поставлен в таком месте, где стекается 7 родников. 7 или 3? 7 родников. 7. Ого, только возможно? Ну, наверное, там где-то бьют, короче, родники. Прикольно. И глубина. И это будет, буду оттуда брать водичку. А глубина какая колодца, что тот не тянет? Метров 7. Он еле-еле, я первый раз ездил, я где-то минут 40. Сыночка, осторожно не рассыпь. Не рассыпай семечки, вернее, скорлупки. Минут 40 набирал 300-литровую бочку. Он еле-еле течет. Сейчас зима, зима на носу, да? А смысл? Да, этот на 60 метров. Классно. И воду поливать, и огород поливать будет. И шланг купил. А шланг очень хороший. Русский шланг, гофрированный. 5 лет гарантии тоже шланг. Зачем? Для него. И мне в баню не хватает. Ну, ну, давай. Прикупай, прикупай. Довольный приехал. Довольный, шлюрочек для него. Работать меньше придется, скажи, а то что же на морозе стоять 40 минут? Ну. При минус 30. И его 225 ватт, в инвертор в машине только... Да, я же сорвала. Не надо зачем, а она взял умер. Вот такой маленький, я думал больше. А это тот, который мы ели. Вот сейчас мы его туда занесем на кухню. Я думал больше. Оля, иди спасай, у меня стол распался. Пиу. Пиу. Наш столик. Сколько он нам служил? Столик. Мы приехали, нам подарили его. Он у нас, да. Он у нас уже 2,5 года этот столик. А где тот слой? Мы же кушали на слой вот такого вот стола. Вот он. Да. Вот он. Ай, интерес. Да. Выносим, выносим отсюда. Сейчас баллон будем отсюда убирать. Плитку мы сюда будем передвигать. В общем, все сейчас покажем. Сюда? Большую часть. Нет, больше, наверное, сюда. Там как-то странно смотрится. Да, да. Чтоб ничего не брызгало. Дети в прятки играют. И мы в прятки играем. В прятки играйте, да? Теперь устанавливаем вот эту. Здесь бочка будет. Думали, думали, как все сделать. Еще купим одну такую штучку. Сюда вот так поставим. Самое интересное, что сегодня будет харакири делаться. Дому. Да, мы сегодня такое сделаем. Бочку 300 литровую внести нельзя никак. Так, двери узкие. Таня показывает. Все, увидите. Ой, ребята, ребята, вызывайте милицию. Грабитель. Ты что собрался делать? А ну иди отсюда. Меня смотрят тысячи человек. Уйди. У меня телефон, я милицию вызову. Гейтс могу двору. Ай, ребята, он окно собрался взламывать. Вы посмотрите на его наглость. Даже ночи не дождался. Прям днем лезет. И соседи смотрят и не видят. О, соседи смотрят. На тебя соседи смотрят. Сейчас милицию вызовут. И мне уже помогал. А ты как соседи, чтобы не помогли. Был успех. Мебель. Мебель. Не, серьезно? Посмотрел на тебя и пошел по телефону что-то звонить. Ты смотри, как бы милицию не вызвал. Мало ли, он же не знает тебя. Не, документы. А у тебя документы на дом есть. Еще не забрали. А, короче, взломщик. Вы видели? Оказывается, у него, как это сказать, талант во всем. Хочу взломаю, хочу вскопаю, хочу починю. Талантливый на все руки. Ну все. Прощай тепло дома. Топили, топили. А какой-то злоумышленник, видите ли, решил разобрать наш дом. И всего лишь для того, чтобы всунуть сюда бочку. Вот представьте себе, до чего додумался, а? А, ку-ку. А, ку-ку. А, ку-ку, знаешь, куда делаешь? На улицу выйдет. Всех мух? Да, они что-то сидели. Кстати, по поводу мух. Уже нет в доме мух. Были еще вот здесь простеночки. Ну, то есть в окне внутри. И все, мух нету в доме. Вообще нету мух в доме. Так что это хорошо. Вот еще одна. Вот она. Пока все мухи. Вот все. Сейчас как повеет холодом. Где-то что-то мешает, да? Интересную методику ты выработал. Взял замок старый, вкрутился в окно и вытаскивает. Прикольно. Сейчас же холодно станет. Так, подожди, я помидоры заберу. Я тут обед готовлю. Салатик буду резать. Там нам, кстати, кто-то советовал брать вот такой лук. Да, мы купили немножечко. Если он есть у нас, мы его используем. Он очень красиво смотрится и он очень вкусный. Если нету, используем белый. Ну, пока что будет белый. И я в салаты тру кабачок сырой. Обязательно. Очень вкусно получается и питательно. То есть, ну, витамины лишние. Будешь бить стену? Будем распиливать. А что сделать? Слушай, ну вот это многоуважаемая бочка. Появись хоть в студию, покажи, ради кого идут настоль великие жертвы, а? О, какая бочечка трехсотлитровая. Сашенька, иди, пожалуйста, отсюда. Здесь очень холодно. Иди. Иди, сыночка, мы болеем. Иди, иди, иди. Что ж так я ставил, а? Ага. Давай забивай. Холодно, а? Слушай, как хорошо. Чувство такое странное. Вроде в доме, а вроде и не в доме находишься одновременно. Ку-ку. Ку-ку. Зачем ты сюда стульчик принес, сыночка? Сын. Да, папа. Посмотри на меня. Посмотри. Зачем ты стульчик сюда принес? Чтобы смотреть. Смотреть? Да. На что смотреть? На папу. На папу? Да. То, видишь, он мажет везде. Да, мажет везде. Говорит, несет стульчик. Я говорю, зачем ты его сюда несешь? Чтобы посмотреть, как папа работает, говорит. Герметиком. Силиконовым герметиком. Да. Дом с привидениями, ничего страшного. Никакого дома с привидениями нет. Но это обязательная часть Моргенграсса. Что смотрите? Фильм сапога. А как мультик называется? За 80 дней вокруг света. За 80 дней вокруг света? Да. Классный мультик, серийный такой. Да. Классный мультик, серийный такой. Как это сказать? Предоставил на вечер, видели? Принес все. Стоит, чайок себе греет. Кофе сейчас сделаю и буду сидеть. Кофе сделаю. И думала, я пойду спать лягу. Сделаю кофе и пойду спать лягу. А я сейчас буду это все куда-то девать. Буду сейчас все под стол сюда складывать. Под стол, на стол. В общем, как-то будем это... Конечно, кухни очень сильно не хватает. Но Москва не сразу строилась. Все. У меня можно чуть-чуть кипточка? Аня. Ребята, на ночь кофе пьет с молоком. С молоком. Да. Но вы не пугайтесь. Кофе это из желудей. Сейчас покажу, какое. Это нам подруга из Германии прислала. Олечка, привет тебе. Да, кофе из желудей. Желуди меленые. И дети его очень сильно любят. Музыка. Так. Музыка. 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 Музыка.